Мой главный страх – это очень попсовый страх. Страх смерти. И мне кажется, что каждый человек испытывает страх смерти. Кто-то просто бодрится и тонет, например, в каких-то адреналиновых делах, типа парашюта и так далее, и думает, что этим они могут побороть. Кто-то какие-то запрещенные препараты, какие-то трипы выбирают, думают, что они блуждают в какие-то подсторонние миры, и этим они перебарывают этот страх. На самом деле, друзья мои, фигня это все. Мы все боимся смерти. И я не исключение. Дорогие мои, смотрите, не существует понятия правильное или неправильное питание. Есть законы гастрономические, которые универсальны для всех. Они звучат следующим образом. Утром едим все, что мы хотим. Днем едим в обед углеводы и что-нибудь, белок. И вечером едим белок или с парными, или запеченными овощами, или просто парные овощи, или белок с зеленью. И закрываем рот в обе кивуков, чтобы перерыв был от 14 до 18 часов. Подбирайте для себя по этому закону питания. И все питание будет правильное. Знаете, вот сама не могу понять, откуда этот исток взялся у грузинок особенно. Да, мы когда зовем детей, мы их называем «мамочка», «ма», «ма». И папы тоже говорят «ма», «мами». Я представления не имею, откуда, но это есть у нас. Мне кажется, это обаятельно. Если бы я не стала бы музыкантом, я убеждена, что я была бы политиком. Потому что я и есть гибрид музыкантов и политиков. У меня в семье музыканты и политики. Поэтому, мне кажется, я была бы классным дипломатом. Ну, не можете отпустить, но это же вам не делает больно. Вот то, что это вам делает больно, это странно. То, что вы не можете отпустить, доживите с этим неотпущенным человеком. Просто беседуйте с ним внутри себя. Но главное, не драматизируйте. Ну, когда-нибудь вы его отпустите. А пока просто не время. Знаете, каждая рана заживает в свое время. У кого-то рана заживает две недели, у кого-то четыре дня, у кого-то сахарный диабет, и все это длится дольше. Поэтому наша психика, она такая разная. Мы так по-разному реагируем. Реагируем ядерость человека не могла отпустить почти пять лет. Но мне это не делало больно. Я научилась этим жить. Поэтому живите с этим. И не надо драться с собой, не надо никаких шагов предпринимать. Просто живите с ним вместе. Есть друзья, которые критикуют вашу прямолинейность. Я не думаю, что я прямолинейная. Я достаточно гибкая. И мне кажется, достаточно дипломатичная. Если я как метод беру прямолинейность, а это всегда метод. Потому что всегда прямолинейный человек для меня скучный и невоспитанный. Это плохое воспитание для меня. Нет. Если я как метод беру прямолинейность, то меня никто не может критиковать, потому что это под мою ответственность. Потому что я уже испробовала множество ходов к человеку. И, к сожалению, ничего не сработало. Поэтому прямолинейность как метод – окей. Вы знаете, аземпик нет. Солитер. Солитер. Вот. Это меня роднит с Мария Калас. И их невероятной любви с Анасисом. Жертвенной любви. Как выжить, когда мало денег? Ну, если бы быть краткой, то выбрать такой монашеский образ жизни, стиль жизни. И удовольствоваться малым. И говорят, что святые умудрялись как-то это делать. Мне, к сожалению, пока не данную ночь стремлюсь. Ваш любимый домашний вайп? Какой удивительный вопрос. Я люблю, когда мы все вместе в нашем морском доме. И к нам приезжают огромное количество наших родственников и друзей. Когда в доме приблизительно 15 человек минимум. И когда мы огромной толпой разъезжаем на велосипедах. Для меня это просто экстаз. Я эти сравнения не люблю. Потому что есть, это в любом случае очень разнохарактерные композиторы. Если мне нужны такие серьезные переживания, которые выпрямляют мой позвоночник, и я взлетаю прямиком в какие-то высшие миры, я слушаю Баха. Если мне нужно светское, дворцовое переживание и выпрямить плечи, и почувствовать себя куколкой, я слушаю Генделя. Моцарта я слушаю всегда. Грустно, радостно, больно. Всегда. Петховена я слушаю, когда я падаю. Падаю, и мне надо подняться. Шуберта я слушаю зимой. Шумана я практически не слушаю, кстати. А Дебюси, Равеля я чередую. Как не есть, если хочется есть? Очень хороший вопрос. Друзья мои, смотрите, чревоугодие – это ровно такая же дофаминовая зависимость, как и запрещенные перепараты или другие удовольствия телесные. Чревоугодие – это кумавья, я с наркоманией. Поэтому, например, если мне задаст вопрос человек, который употребляет тот или иной запрещенный препарат, как не употребить то-то, если очень хочется употребить? Это должна быть большая осознанность, что вы наркоман, и что вам надо от этой зависимости избавляется. Поэтому без силы воли, без осознанности, без внутреннего стержня – никак. Как пережить подлость, измену, развод? Вы понимаете, это очень-очень сложный вопрос и очень, соответственно, нет легких ответов. По-разному люди переживают. Для кого-то расставание – маленькая смерть, прям физическая. Люди кончали жизнь самоубийством. Для кого-то это катализатор для того, чтобы действительно убить там старую версию себя и переродиться в лебедя. Я, например, всегда расставание использую как новый поиск себя, своего ресурса, себя новой, как визуально, так и психологически. Меня расставание очень сильно всегда улучшает и укрепляет. Найдите в себе потенциал новый, пожалуйста, для того, чтобы продолжить жить и красиво. Друзья, великое множество разных видео я посвятила этому вопросу. И каждый из вас опять мне задает и задает уже в течение почти года. И я уже ленюсь на это все отвечать. Правда, просматривайте, пожалуйста, мои видео. Я записала штук 10, наверное, вокруг этого. Я сначала работала с нутрициологом, потом прошла семинар по НПП, нарушению пищевого поведения. Четырехдневный семинар, просто мощнейший. И потом обратно вернулась в нутрициологию, когда критический максимум веса был позади. Обещаю, гарантирую, обязательно сделаю эфир про стиль. Эфир про мой casual. И почему эти две женщины, которые существуют в разных плоскостях, каждое ТО на каждодневность и ТО на праздник на сцене, так сильно разнятся. И вообще, знакомы они или нет? Где они пересекаются? В чем их пересечение? Обязательно расскажу. Дорогая моя, я правда хочу вас очень поддержать, потому что каждая женщина, которая рожает больше двух детей, да и даже один ребенок, это уже геройство. Если бы мужчина хотя бы одного родил, ему дали бы сразу героя планеты, а мы вот так вот, вы уже пятого рожаете. И дай Бог, чтобы все прошло очень легко. И знаете, что вы моя героиня. Это вполне можно сочетать. Без материнства моя работа не имеет никакого смысла и содержания. Без работы мое материнство не имеет никакого содержания. Это я. Моя работа, и это как задать вопрос, печень или сердце? И печень, и сердце. Фортепиано. Мой первый инструмент – царь и бог. Самый богатый строй, аккомпанирующий, солирующий, универсальный. Конечно же, фортепиано. Мой сын выбирает Ран Хиггс и будет поступать на спортивном менеджменте. Впоследствии, после бакалавриата, мы будем думать, как еще получить дополнительную магистратуру и стать суперпрофессионалами. Он вот так мечтает. А я... Я в него верю на все сто. Гогик очень упорный.